Всем привет! Давненько я не снимала влоги для рукодельного канала. Обычно у меня влоги на канале жили-были. Если кто-то из рукодельниц не знает, то под видео есть ссылочки, можно подписаться. Но здесь у меня такие влоги больше касаются рукодельных тем. А там на любую тематику я снимаю. В общем, сегодня я вас с собой возьму к Оле в магазин. Вы уже не раз там были. Дело в том, что я не смогла пойти на встречу рукодельниц 5 января. Я очень хотела туда попасть. Все было нормально, но 4 числа я заболела. Илюшка сын заболел, и Оля сноха, и даже малышку заразили. Но я не скажу, что я очень тяжело болела, но все-таки, когда болит горло, мне не хотелось заражать девчонок. Они пришли на встречу веселые, довольные. И тут я приду и их всех перезаражаю. Ну, в общем, я не пошла на встречу. Ну, в общем, я хочу поболтать с Олей. У Тимура дело. А Тимуру нужно в магазин. Какой строительный? ДНС. В общем, ему надо в ДНС. И мы так с ним договорились, что он меня оставляет у Оли, пока мы с ней будем болтать на наши темы любимые. Он как раз съездит, все купит, а потом меня на обратном пути заберет. В общем, я довольная такая. Неделю не вылазила из дома, пока он был на вахте. Я не люблю по нашим заснеженным улицам ездить, хоть у нас и чистят снег, но за полдня, за два часа может уже столько снега нападать, что за рулем ездить сложно. Ну, зачем мне эти лишние проблемы? Тем более, когда Тимур на вахте. Не дай бог в мороз заглохнет где-нибудь машина и буду я там стоять, да? Мужиков ловить, помогите, довезите меня до дома. Ну, в общем, сегодня он меня везет. Коля в магазин. Чистят дороги. Сейчас еще заеду на почту. Был розыгрыш. Девчонки в СП выиграли призы, и мне нужно отправить три посылочки. И вот сейчас мы с вами едем на почту. Такие сугробы в этом году классные, выше моего роста. У нас раньше такие снежные зимы были, но в прошлом году вообще не было снега. На огороде все вымерзло. Кстати, у меня еще есть садово-огородный канал «Солнечный цветок». Тоже ссылочки есть под видео. Территория. Ну, все, мы приехали. Так, а здесь где-то кулинария вкусненькая. Тимур, надо что-нибудь вкусненького купить. А то жена, не дай бог, похудеет, формы потеряет. А, вкусняшки. Ладно, ты поехала? Не забудь меня забрать. Привет, девчонки. Привет. Привет. Мы у Оли, это Олина мама. Да, вот девочки. Сидим, чай пьем. В общем, значит... Инна тут с гостинцами вкусными приехала. Ну да, мне ж тоже подарки-то приготовила тут. Да, вот тут Марина из Москвы тебе передала подарочек. Она очень влюбила тебя и твой канал. Подписалась после нашей летней встречи. И вот очень хотела тебя видеть на зимний. Ну, вот, я уже рассказала. Девчонкам рассказала, что я не смогла приехать. А, здорово. Вот что-то у нас в этом году праздники у всех болезней прошли. О, как раз чай будем сейчас пить. Спасибо, Марина. Я же открыточки собираю вот эти вот со схемками. Какие классники. У меня таких нет открыточек. Какие прикольные. А мне вот тоже такого подарили. Есть такой? Крюндель. Ой, спасибо, Марин, большое. У меня уже коллекция целая набирается. Но хрюшек нет у меня. Хрюшек еще ни одной нет. Панна. Тоже панна, да. Слушай, а у нас, кстати, в Леонардо мало, да? Выбор маленький. Я даже не смотрела. Не смотрела? Так, ну давай, распечатывай шоколад. Будем чай пить. Тут и покупатели у нас есть. Так, все, чаи закончили гонять. Оля за работу принялась. Стол вычистили. Труженица наша. Вот так как раз посмотрите, как процесс происходит. Правда, все и компьютер обычно убирает. Уж я не стал тебя сейчас тревожить. Это ты нарезаешь, да? Ну да, вот кусочки. Кому надо, те большими отрезами берут. Вчера девочка, ну, на труды брали белую ткань для вышивки. И, по-моему, что-то шить собираются. Приходится еще рассказывать людям, как, сколько ткани брать там, на что, какая подойдет, какая не подойдет. Сейчас вот на эти ткани отрезы 50 на 72. Новогодние расцветочки по скидке. Один отрез 100 рублей. Угу. Понятненько. Слушай, а я сегодня у тебя... До конца января это акция. А, до конца января вот эти по 100. Да. А 50 на 75. А вот у тебя красиво. 72, там 73 получается. Ну, вот так вот примерно, как по центру я ее разрезаю. Угу. У тебя красивые вот те цветы, те по 150. Я у тебя сегодня возьму. У меня есть задумка ролл шить. Когда-нибудь я ее осуществлю. Ну, я надеюсь тоже, потому что у меня что-то столько задумок. Я тоже сейчас новое оформление планирую делать. Может, получится, если в выходной тоже видео сниму. Угу. Инесса, я вот тебя спросить хотела. Ты вообще как в празднике-то? Я знаю, что болела. Получилось повышевать-то? Да. Повышевать получилось у меня. Ну, у меня-то горло и нос. А я не могу. У меня, знаешь, прям вот эта вот часть, вся спина. Это какой-то кошмар. Я вообще не могла вышивать. Ну, может быть, за все праздники дня два, если вот позволила себе. Потому что настолько вот у меня шейный хандров дает. Вот. Аж в руки вот. Я уже даже хочу вопросы позадавать девочкам, кто что, как справляется, каким образом. А я почему улыбаюсь? Потому что у меня такая же песня. Я вот сейчас слушаю, я удивлена. Я не раз... Нет, я рассказывала на Жеребыли канале, что у меня болит вот эта рука. Вот сюда стреляет, в руку стреляет. Невозможно даже ей шевелить. Слушай, я думала, что у меня вот артроз, поэтому такая история. Это что, от вышивки? Нет, я, знаешь, как у меня... Я тоже считаю, что у меня это наследственное. У нас у всех остеохондроз левосторонний. Нет, это не от вышивки. Нет, только не от этого. Но самое смешное, я теперь дома хожу в воротнике. Из полотенца делаю жесткий воротник. А у меня купленный есть. Ну вот. А я не ношу. Ну, видишь как. А мне, в принципе, да, вот я смогла даже повышивать. Я его надела, сидела, вот так вот. Уже голову особо не наклонишь. Ну, на станке можно. Конечно, на пельце хуже так не повышеваешь. Сейчас зрители скажут, бабушки, старушки собрались, наелись пирожных. Теперь страсти мордасти рассказывают. Сейчас мы вас напугаем. Страсти мордасти. Ну, ничего. Это бывает? Нет, это не от вышивки. Нет. Девчонки, вот эти воротники, кстати, доктора рекомендуют, если болит шея. Кстати, вот это защемление. Это вот здесь защемление в шее. У меня когда-то было так с правой рукой. Год она у меня болела. Теперь с левой. Вот эти воротники нельзя носить больше двух часов. И нужно 20 минут носишь, снимаешь. Опять 20 минут, не более двух часов в день. А я-то и работаю за компьютером по сколько часов. Ну, понятно. У меня-то тоже вся работа за компьютером. Меня не спасает этот воротник, девочки. Так, ну и к какому выводу мы пришли? Мы что, вышивать не будем? Нет, мы вышивать будем. Мы вот советы спрашиваем. Может, кто-то что-то еще посоветует. Как вот? Может, кто-то чередует каким-то образом. Сколько-то там, 10-20 минут вышивают, потом полчаса другими делами занимаются. Да, я чередую. И нет, так не получается. Я чередую. Один день один проект, второй день второй, и потом перехожу на бисерны. Это ты проекты чередуешь. А по сколько часов ты сидишь с одним проектом? Страшно сказать. Вот и я так же, потому что у меня получается выделить себе время только вечером. Днем же у меня вообще возможности нет вышивать. Ну, уже даже среди недели я не всегда успеваю сесть повышивать. Только выходной. Ну, вот понимаешь, я в выходной все дела поделаю, и только вечером сажусь. Все. Если уж я села, то надо досидеть до последнего. Но мне везет с Ричардом. Он меня 3-4 раза в день выводит гулять. Я хотя бы прерываюсь. У тебя нет собачки? Нет, не надо. Надо завести. Мне кошки хватает. Совет. Совет, если вы не выходите на улицу. Я знаю, многие вышивальщицы крешат тем, что зимой не хотят на улицу выходить. Нет, я вот, понимаешь, как я даже сейчас с посылками сама хожу до почты. У меня тут 20 минут до почты пешком. Я именно пешком стала ходить, специально для того, чтобы движения были, чтобы не все время сидеть. То есть, вот тут я себя как бы... В этом смысле я себя люблю. Мне смешно, какую мы тему завели. А потом погода еще хорошая сейчас. Давай, Оль, про вышивку. У нас все-таки вышивальный канал, да? Вот. Вышивать мы все-таки будем. Будем. Несмотря на все проблемы. И у нас вот сейчас в ВКонтакте запущен проект совместный, годовой. Строим домики. У нас уже 100 человек записалось. Может, мне тоже надо? Я не знаю, заходи, смотри. Ну, это в стиле примитив. Мы ее сделали как отдыхалочку. То есть, между проектами захотели, повышивали. Там по этапам дается. Один месяц. Это календарь, в конце концов, получится. Календарь мы месяца на русском языке специально сделали. То есть, и мечту исполняем, вышиваем домики, да? И в то же время мы отдыхаем. То есть, один месяц. Вот в январе мы вышиваем январь, в феврале мы будем вышивать февраль. То есть, это такой вот затяжной годовой проект, где мы можем объединиться, пообщаться. На разных тканях девочки вышивают. Кто на льне, кто на аиде, кто на равномерке. То есть, тут даже, кстати, у нас... Есть одна девочка, которая вышивает на пластике. Она уже выложила подготовку, пока не видела первый этап. То есть, даже уже всем стало интересно. Зашивка же не полная будет. Как это будет выглядеть? Один дизайн все вышивают или разный? Нет, дизайн один. Но их 12 этих дизайнов. На каждый месяц, каждый месяц, да. То есть, вот январь это один будет домик, в феврале будет второй домик, там вокруг домика еще деревья какие-то, птички. То есть, это не просто вот домик и все, а на 14-м каунте, 14 на 14, по-моему, размер получается. Ну, мне по плану сложно вышивать. Но я, девчонки, ссылку оставлю, кто любит. Я прям оставлю, да, на этот проект? Или на группу? В группе у тебя походит? Да, в группе, да. Там и альбом, и обсуждение все есть. На Олену группу оставлю, там обсуждают, посмотрите. А я не люблю, я не смогу по плану. Если в январе один, вторник второй нет. У меня все спонтанно. Я вас подведу. А я вот эту хочу. Я хочу Прованс и хочу вот эти розы. Англию. Это Англия, да, называется? Англия. Чем она так называется, мне тоже нравится. На сайт я тоже оставлю, девчонки, ссылочку. Мне вот это у Ольгиных крестных заказалось. Вот с сиреневым, и я хочу, как ей нравится это сочетание. Сколько я еще не вытащу никак. А я, Оль, совместники все закрыла в этом году. У меня только карнавал цветов остался. Наверное, если мои зрители захотят куда-то вступить, я тебя порекомендую. У тебя вроде совместники, да, какие-то проходят в группе? Да, ну вот один это Строим домики в группе, он уже запущен. Но он годовой такой проект. Он проект Отдыхалочка больше. А вообще мы запускаем в этом году знакомство с дизайнерами. Так мы решили назвать эту рубрику. Раз в несколько месяцев. Ну, в зависимости от того, какая схема будет, чтобы у нас не было наслоения. Кучу совместников не разводить. Вот 20-го числа мы начинаем совместник по схеме Ани Патуновой. Это новая схема. Буквально два дня назад Аня ее выпустила. Для участников совместника она будет стоить 150 рублей. Те девочки, кто уже купили схему, могут также к нам присоединиться. Мы, наверное, начнем на следующей неделе. И тогда по мере отшива, после отшива Аня дает скидку на следующую схему 30%. Тем, кто уже купил ее по той цене, которую сейчас Аня продает. Остальным участникам, кто будет в группе у нас записываться в совместный проект по авторской схеме Анны Патуновой, стоимость будет 150 рублей. Так что присоединяйтесь. Следующего дизайнера пока озвучивать не буду. Мы пока еще в процессе договариваемся. А у меня есть схема от Анны Патуновой, укомплектованная лежит. Помнишь, я у тебя нитки покупала? Да, по Аниным схемам много тоже собираю наборов, потому что у нее такие радостные схемы. И как-то вот они располагают, чтобы их вышивать. Сейчас вот я смотрю, она домики тоже отрисовывает. Там такая деревенька интересная, цветная. Так что присоединяйтесь, кому интересно. Ясненько. У меня пока еще она в планах. Но все будут вышивать вот эти вот шишки. Ну, здесь, да, вот шишки и ложка меда называется. Мне как-то вот она очень понравилась. Но они свои, это, по-моему, не ее иллюстрация. Не буду сейчас говорить я. А вообще Аня же еще и сама рисует тоже акварельки. Очень красивые открытки делает она. Так что я думаю, что будет интересен этот проект девочкам. Это ты, Оля, уже на домике приготовила, да? Да, но вот у девочки ей не все нитки нужны были. Она мне написала, какие номера не надо. И я собрала только те, что нужны. И кусочки нарезали. Это был, как сказать, 52-й, 53-й. Сверху 53-й, а вот 52-й. То есть это уже мы подобрали. Мы пришли на такой нейтральной основе все сюжеты зашиваться. А, пожалуйста. Девчонки, у Оли сейчас проходит акция. Кто оставляет отзыв в Инстаграм, Вконтакте, на Одноклассниках, на Ютубе, если вы ролик снимаете, вы можете к заказу получить 200 рублей. То есть вы получаете купон на 200 рублей, и при оформлении заказа вам будет скидка. Правильно, Оля, говорю? Ну, это оставляют отзыв о заказе. Отзыв, да. И на следующий заказ... На следующий заказ получается 200 рублей. Но, по-честному, девчонки, аккаунт должен быть у вас активный, а не так, что пустая страница, и вы пишете отзыв о покупке и об этом магазине. Если в Инстаграм будете оставлять отзыв, то я под видео вам ссылочку оставлю. Собака, Инстаграм, Радуга Кросстич. Ну, в общем, перейдете, подпишетесь на группу и указываете магазин. Название аккаунта. Да, название аккаунта. И будет 200 рублей нам скидка. Мне сейчас засчитай. Конечно. Так, все, мы уже собираемся, закрываемся. Да, сейчас мне уже надо бежать по делам. Оля, а у тебя еще акция для постоянных клиентов какая-то была? Да, за прошлый по итогам года я всегда подвожу итоги года и постоянные клиенты, которые делают заказы в течение года, то есть я считаю сумму, и от этой суммы в прошлом году некоторые клиенты получили до 1000 рублей скидку на следующий заказ. То есть это для тех, кто является приверженцем магазина Радуга Вышивки. На меня намекаешь? Да, и на тебя тоже. Понятненько. Значит, еще в конце года бонус будет. Да, такой бонус я обычно либо ко дню вышивальщицы, либо уже на окончание года, там как я успеваю посчитать. Так что имейте в виду и это тоже. Понятненько. Этих мне два куска. Она тебе сразу вот так вот обрезает. Два. Сюда красный у меня будет. Когда-нибудь. Сразу вот режь. Когда-нибудь это будет ролл. Ты вот здесь держи тогда, чтобы она не плыла. Вот тоже интересно. Немецкие ткани всегда приходят вот по стандарту свернутые вот так пополам. А наши российские, ну это вот белорусские, они приходят на всю ширину. Это очень неудобно в работе вот потом это отмерять все, резать, тем более вот когда такие небольшие кусочки. И нам пришлось все это перематывать. То есть мы свернули, как вы по немецким стандартам. Вот девчонки я взяла. Вот такой прованс будет сиреневым. Только не спрашивайте, когда я это сошью. Когда-нибудь. Сейчас у меня есть, мне Катя подарила ролл. Но у меня много работ. Когда-нибудь еще сошью вот такие. Сейчас, еще чуть-чуть. Уже собираемся. Ну все, Тимур за мной приехал. Надо собираться. Хорошо посидели. Он меня сегодня надолго оставил. Да, редко такое, а то мы все на него оглядываемся. Да, мы все время быстрее, быстрее. Быстрее, да. Так что замечательно, что ты приехала. Слава богу, что выздоровела. Жаль, что вот навстречу не было. Давай ручку тоже лечи. Да. Старые, больные. Нет уж, мы не старые, мы молодые. Мы просто больные. Да. У всех иногда случается. Бывает. Так звезды сошлись. Да. Но мы все равно будем вышивать. И вышивать будем в этом году еще больше. Да. Всем, девочки, успехов творческих. И пусть все ваши планы обязательно сбываются. Спасибо за просмотр. Пока-пока. До свидания. Мы с Олей еще никак не расстанемся. Можешь к нам поедем, Оль? Нет. Я сегодня без машины. У тебя дела? Сила вас. А то поехали к нам. Чего мы так мало посидели? Всего-то пару часиков. Надо заказы собирать. Девчонки ждут. Понятно. Все привыкли, что я быстро собираю. Вот еще что я нашла. Попался мне отдел. Там, правда, были остатки. Вот такая была велюровая пряжа. Вот такая была. Не знаю, что Алинка из нее будет вязать. Попробую. И была кипельно-белая. В общем, я по одному моточку Алинку купила. Она, скажет, правда, ярко-розовая. Она хочет нежно-розовую. Но, ладно. Не было другой. Пока мы ездили, что-то, Тимур, какую-то шапку купил, что ли? Ты в другой был? Охотничья, да. Охотничья? Это на охоту? Что-то какая-то она скучная. Никаких полосочек, ничего нет. Или ты ее одел не так. А, там надпись есть. Понятненько. Ну, так с надписью лучше. А то ты спрятал. Я не пойму, думаю, носок, что ли, ты натянул на голову. Большеватая. А? Большеватая. Большеватая? Ну, ладно. Кто тебя на охоте видит? Кроме Вальдемороза. Это у нас хохма. Зрительница у меня есть. Юморная. Вальдемороза. Она в чате один раз написала. Тимур, на рыбалку поедем. Я говорю, я стесняюсь спросить, а меня-то что не зовете? И теперь у нас такая хохма. Если он на рыбалку или на охоту, то с Вальдеморой Осиповной. Привет вам, Вальдемороза. Люблю людей с юмором. Без жены шапку купил. Деньги тратил. Это нет? Я? Не скажу. Нет, девочки. Мы на вышивку деньги не тратим. Мы их вкладываем. Да, Тимур? Угу. Это вы, мужики, на патроны тратитесь. И на червей для рыбалки. Знаешь что? Надо начать уже экономить на червях. Уже пора на даче червей разводить, а деньги мне на вышивку. Закономим. Здорово я придумала? Калифорнийского красного червя. Хочешь? Угу. О! Кстати, они тоже денег стоят. Мы когда на рыбалку их едем, их почему-то покупаем. Дождевые нам не подходят. Красный калифорнийский лучше. Это, знаете, как бисер пресиоза, да? Мы же уже китайским-то не вышиваем. Знаете, правда я говорю? Да. Вот. Я знаю толк в рыбалке. А старой шапкой что теперь будешь? Дырки, что ли, в машине затыкать? Да. Слушай, какая полка хорошая. Ребята, тут была магнитола. Смотрите на канале Жили-были. Что с ней произошло. Я там сегодня рассказала. Теперь у нас здесь полочка для шапки. А когда-то была магнитола. С монитором. С монитором, да. Милый дом здесь открыли. Новый. Новый милый дом? Казин, да. А, проехали. Большой? Большой, два этажа. Два этажа. С чего армейти? Милый дом. Не, не пойдем. Экономить будем. Нам же ремонт надо делать. Все. Будем ходить только за едой и за моющими средствами. Да? И за вышивкой. И все. Больше ничего не покупаем. Все. В общем, если вы любите болтологические видео и влоги, подписывайтесь на канал Жили-были. Там я вам много еще всякого наговорю, еще расскажу. Тимур? Тимур тоже вам расскажет что-нибудь. Может быть. О! Мотыль, мармыш. Все для рыбалки. Блин, как хорошо, что зимой рыбалки нет. Зимой вышивка зато есть. Как это нет? А кто мне ледобур дарил? Я дарила ледобур. Я не хочу там в холодное. Я хочу вышивать. Девчонки, мне не понравилась зимняя рыбалка. Мне не понравилось, что там очень много одежды надо на себя одевать. И очень тяжело так ходить. Потом прям приходишь домой, снимаешь с себя все эти валенки, шубы. И так тяжело вообще невозможно. Что это у меня? Еще воротник что ли отстегнулся? Меха мои саболинные. Ну, теперь домой. Теперь точно пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова